А теперь мы что ждем? Соболезнования, когда вы нам привезете? Вот, ваш ребенок погиб, его нечаянно сбила машина? Такие эмоции от понаехавшего автотранспорта. Жители поселка Залестный 2 говорят, раньше жили спокойно, машин на улицах было мало, везде пешком ходили. А потом появился Салават Купере и началось. Проблема большая, что сейчас мы стали сквозными по нашим главным пешеходным дорогам, стали, соединились в Салават Купере, стали проезжать машины. Их миллион, их не сосчитает. Теперь в поселке на своей северной дороге, что строили на свои деньги, считают выбоины. Их все больше. Все ее разбили, а мы каждый год ее латали. Проезжающие автомобилисты говорят, и рады бы здесь не ездить, но приходится. В сторону Залестного ехать, там пробка, здесь пробку как бы объезжаем. Во втором же Залестном хотят, чтобы объезжали их. Мы просим, чтобы здесь поставили запретить движение, то есть сквозной проезд через поселок, сделать ее пешеходной, чтобы могли мы ходить на автобусы с автобуса и спокойно гулять. А дорогу провести за посадкой. Вот здесь это наша северная сторона. За этой лесой посадкой уже территория Зеленодольского района. Как нам сказали в администрации, к ним с просьбой о дороге пока не обращались. И это должны сделать власти Казанского района. Как нам письменно ответили в администрации Кировского и Московского района, центральная улица поселка Залестный-2 – это проезжая часть, и дорога открыта для общего пользования. Перекрывать дорогу, оставляя ее только для пользования жителей поселка Залестный-2, или переводить ее в разряд пешеходной, нельзя. Что же касается строительства новой трассы до М-7, то, как сообщили, этот процесс займет определенное время. Работу в этом направлении город уже ведет. Дмитрий Айригин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.